Ночь, холод, девушка на краю моста. Нет, это не сюжет детектива или сериала, это случаи жизни обычных хабаровчан. Когда все против тебя и, казалось бы, некому помочь. И вот она, рука спасителя. У меня свою квартиру налейла, все. Я ее дочери оставил. А с ней ее встретил. Давиде того, что на мосту, короче, хотела броситься под поезд. Но я ее спас и как-то закрутилась. Несколько лет назад Ирина подписала какие-то документы, после чего родственники выгнали ее из квартиры. В определенный момент она устала от скитаний и унижений, но в ту роковую ночь встретила Александра. Опять встал вопрос, куда пойти. И опять не обошлось без добрых людей. Им посоветовали обратиться к Георгичу. Искать его нужно где-то на химфармзаводе. Сегодня пришла женщина беременная. И очень к сожалению, конечно, что мы не можем всех охватить. И хотелось бы, конечно, чтобы у нас не было людей, нуждающихся. Сергей Георгиевич Наманюк организовал Дом милосердия «Открытое сердце» 12 лет назад. Началось все с того, что встретил давнего друга в неприглядном состоянии и решил ему помочь. За это время 7 тысяч человек находили здесь еду, теплый ночлег, а те, кто оставались надолго, избавлялись от вредных привычек. А есть те, которые хотят изменить свой образ жизни. Вот, допустим, у меня были тоже проблемы. Я не знала, что делать, куда идти. Кто поможет, что вообще. Ну, бездомный человек, вам вообще трудно, особенно женщине. Прихватизировали жилье. И я остался ни с чем, потому что пил сильно. Даже я сам подписал дарственную. Центр дает возможность начать жизнь с ноля. Кто-то нашел работу и даже накопил на собственное жилье. Кто-то восстановил утерянные документы и доказал право на получение пенсии. Женщины, поправив свое здоровье, нашли радость в материнстве. У меня родился ребенок, и я очень счастлива. Ребенку сколько уже? Пять лет. Его зовут Ярик. Он у меня такой чудесный ребенок. Вот сейчас будем к Новому году готовиться. Елочку дома поставим. Здесь, в центре, я два года назад женился. Такой молодожен. А наши герои, о которых мы говорили в начале сюжета, Ирина и Александр Бочкаревы, сейчас пытаются опротестовать квартирную сделку и восстановить Ирину в правах на ее долю. Помогают им в этом депутаты, ну а пока они живут и трудятся в открытом сердце. В этом центре находится более ста человек. Если быть до конца откровенным, то не каждый живет в таких приемлемых условиях. Но это зависит от них самих, потому что каждый обустраивает свой быт сам. Марьяна Гейт, Александр Марченко, Хабаровск, События.